Девушки отдыхают 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 О, это было за часы студентских, когда мы вместе со знакомыми организовали выправу науковую в Таиландии, были также в Малезии, в Сингапуре, а на конец еще приехали в Индии. Докладно мы были в Нью-Дели, мы там делали, и случилось, что какой-то спрытный индус, в какой-то момент, что-то интересное начало меня задавать, а другой его коллега начал работать, и я был избавлен документов, билетов, денег и других вещей связанных с путешествием. Так, поэтому сделали мне себя очень нечекаве. Удаем в понедельник, это было в соботе, а в понедельник, когда я удаем в Биуру Лоту, там сами хиндущи работали, сказали, что, так, если билет был куплен, то на певно я на листе, мыщем факс до Варшавы, прийде подтвердение этого факсу и на основе этого выпишут новый билет. В понедельник подтвердение не пришло, во вторник również, не в среду, не в четвертый, а в четвертый вылатывали. Я уже в четвертый был очень здоровый, был куэппом нервов, рано приходится до Биура, подтвердения не было, только по поутнику пришла информация, что, так, есть это подтвердение, но не можем выдать Пану билетов. А я говорю, почему? Почему? Ну, потому что не было в этой ситуации директора, который бы выдаил полецене службовое секретарце, чтобы открыть панцерку, а там были схованы билеты, чтобы выдать. Ну, я уже, на самом деле, очень сильно нервировал, потому что Биуро подрожи было чинное до 16, а я еще успеюс поехать до Биура Аэрофлоту, чтобы там так званного ОКЕЯ. Те люди, которые давние подроживали, то ведут, о чем ходит. Позже ситуация изменилась, потому что, когда уже была возможность выдать мне билету, то оказалось, что не было ключевого секрета, не было, кто открыть. И тогда, когда я был очень рад, и тогда произошла мне ситуация, что подсzedел до меня один из Хиндусов, который сказал так, что ты будешь человеком бежевым? Такое задал мне вопрос. А я сказал, что так. Ну, то зоуфай своему Богу. Зоуфай своему Богу. Отверстился, пошел. Ну, я тогда себе уświadомил, ну, ладно, если я с этим человеком бежевым, то как та моя билета выглядит. Все хорошо уложилось, я получил этот билет. В нервах еще помню, что я ехал с Рыксиарем через какой-то парк, улицом под прон, до Биура Аэрофлоту. Допадом до этих дворов были еще открыты, остались замкнуты какие-то 30-40 секунд позже. Так же с пригодами, но оказалось, что я вернулся до Польши в нальчатом времени. А я здесь. Так, я здесь. Так, я здесь. Так, так, так. И до Забрза приезжаю гораздо чаще. Но сегодня я очень рада, что здесь не нужно специального билета, чтобы… Томаш, ты ты образа, география. В войску у себя был ты… Тата Тита, я? Старший обсерватор meteorолог, радиotelegрафиста кодующий. Как это стало, что там было выкшеление метеорологичное? У нас, обзорвентов Географии и студентов региональных, всегда до войска керовано, до Демблина. Там есть школа Метео, школа Орлон. Кształтам пилотов, самолетов и смигловцев. Но, чтобы самолет мог стартовать и понять, что погода должна быть соответствующей, то должна работать стация Метео. Там кштука также, которые работают на стации Метео. И там встретили коллеги из других видов географии, из разных стран стран, или из Кракова, или из Познания, или из Гданска. С некоторыми мы общаемся до сегодняшнего дня. Так что, на то, что были такие хорошие часы для нас, что до сегодня еще этот контент как-то тримаем, а одновременно, ну, тут оказалось позднее, что эта виза метеорологичная очень понравилась. То есть, в школе я ее использовала, для лекций связанных с климатом, с погодой, или сейчас я использую эту визу. Я всегда была резервистом. И ты любишь рулетку. И я, я. И я! И ты любишь рулетку. И я, я. И я, я. И ты любишь, я, что ты любишь. Ты любишь молодежь, я, я. Я, 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 я. И я, 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 я. И ты любишь? может быть посадленным о том, что кого-то не любит, или что я злощивый в какой-то особе. Поэтому принесли рулетку на лекцию, и саним вправил ее в рух, то с каждым классом умывали себя, что без взгляда на то, какая выходит цифра, какая числа, то добавляем 3, или 8, или делим 2. Допустим, решили, чтобы эту рулетку рвать на рулетку на рулетку, и потом данная osoба с номером из листа шла до ответа. Вспомнилась раньше, что ты будешь верующим, даже, что ты будешь категорикой, но не выражаешь себя, как ты ходишь с тазом в костеле. О, надо было бы немного выкупнуть до прошлых лет. Так, выполнил службу, подчас мши, ministранскую и потом лекторскую. Обычно телевизор, как ты сейчас делаешь, chyba сделала лучший трансфер в своей истории. Потому что ты работал в ТВ? Так, 2 лет, согласен. Так было бы подобное думе, потому что Копальня Бешевицы тоже сделала лучший трансфер с мной. Так, 2 лет. 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 Так, хорошо. Так, у меня помнили у меня, в какой-то лайке, что в подумею, что опали с надзеленниц в городской внутренние заплеты на Польской центральной. Так, или, если я впереди, когда я заново equally, а может все было сделать, что это был какой-то выезд вакационный, какая-то колония пришла. Когда мы были в Владиславове, Зазвычай есть такая ситуация, что между мною, а камерой, теоретически, никто не должен приходить. И продукт станет так, чтобы действительно была только для нас, а я говорю, какая-то колония с опоками пришла, такими 12-14 летними, и так, а что тут есть, что тут есть, он там, чихо, потому что мы выезжаем, а это было подчас моего показывания прогноз погоды. И они так, мы говорим о прогнозе погоды, они так, ооо, а у меня есть? Я говорю, не, я есть, не, то слабо, то мы идем. И они ушли, а я смогу закончить прогноз погоды. Я уродился в Варшаве, так что, я связан с дружной, из которого миаста, потому что я ходил. Но в сердце тоже муж Горника Забржа? Ну, то мои родители были, так, 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 они кибисовали Горникowi Забржу, так что, всегда в доме, когда был мяч Легия Горник, то было свято, всегда, или родители, или моего, с братом, и всегда, всегда, когда были эти мячы еще трансмитированы дополнительно в телевизии, то всегда были эмоции. А ты такой фанатичный кибис, таким, как, например, такой редактор спортивный, это не важно, что дождь леет, что Проховец снижается, важно, что Легия выиграла. Слышали? Ну, это всегда, не, ничего не слышали, но всегда, конечно, я держусь за дружину Забрженковской. Она мне близка, я ходила на мяч. Сейчас, когда я могу найти такую работу, чтобы узнать заводников играющих в этой дружине, то для меня это додатковое позитивное впечатление. Зрештą, я тоже познакомился с Горником, который был связан с Горником. Да, был на гуи, на дуле. Ну, именно, был, был оповиадом, и мы говорили о Забржу. Сейчас он является филаром обороны Легии, мы надея, что его карьера будет хорошо развивать, что он будет работать до репроизации, чего ему желаем, а часть его успеха будет связана с игрой в Горнике. Томаш, чувствуешь себя тут у себя в Забржу? Добре. Свободно. Добре, знам миасто. Не стратиłbyś себя тут? Не, не, не. Бардо часто спотыкам людей, которые з усьмихом меня витают и розмавляют со мной. А что так, такого się произошло, что написал же книжку? Власть ты, «Варшавиок» о Забржу? А, акуратно, о том, так? Так, так. Ну, говоришь, так? Прошу пањства, то было так, килканащие лет тому, данное нам было «Релаконовать прогноз погоды» с војвудства слонскего, с килку миаст. То было в Забрже, Хорзу, Гливице, Пшцина, Цешин и Белско-Бяла. Але так, втеде, бадо мило нас пријто тут, в Забржу. Тут спалися и заюважно тут, так. Особи, которые нас приймывали, працюмые в Урзенде Мейском, заюважали, что я себя интересуюсь Слоском. Я не мајћ родзини на Слоску, и не мај. Но все, что связано, то, что мы говорили о Горнику Забрже, то, что связано, с этим местом, с премислом, с гурнистом, то, чего я не мај у себе, на Мазовсцу, в Варшаве, то было для меня еще до открытия, так. Чтось инего. Чтось инего, инна культура, инна архитектура, инне звычае, кухня тоже, та, которая рожнилася от того, что на Мазовсцу. И то все данное мне было начать тогда познать. Я в рамах подзекования приказајј пани Презыдент Мајгорзаче свою первую книжку о Польсце. И пани Мајгорзата так преглода, преглода ту книжку. «Пані Томку, а не хотел бы пану о Забрзу написать?» А я говорю «Але я Забрза не знам, я Шлоска не знам, то, что для вас ест очевидно, то для меня, у меня вывоје дуже джијвение. Я мајцкам на Мазовсцу, я мајцкам на Мазовсцу, я мајцкам научијцем, не мајцкам нисојцком с премислом, с техникой». Она так на ме паатчаја и говорит «Бардо добре, бо таких книжки там еще не мај». Ну и дзеки тему тут пријзжаћам за близко 12 чи 14 мајцк. Зробијем тут много зјењц, споткајјся з многими особами, тут помощь узаскајем за стороны Урзенду Миаста. Дарушј Валеријјцки, который на пају јс пају знан, и Пётр Натысын, они тоже помогли ми взглэмбејте тјемнице связано с историјом этого места. Душе тут разом з ними ходијем, звездајем, глядајем. И если мајам подсумуваћ те вски прасе связано с цјкајцком, то кијд јж она се указала, я јж пам' falou крабидеј, за да јж он бе тј inspectувјј, на закјтуј им поетт Гетてго, познанą tutaj właśnie przez Zabrzę, także i moim znajomym. Зawsze так się godo, co autor miał на мысли, nie? А я тут зацитую поэты Геттего, который когда-то сказал, кто хочет поэтен зразуметь, musi удач się до его краю, а в твоем przypadku до Забрза. Згодишься? Oczywiście, как najbardziej. Я тут очень хитно поврacam, за каждым разом что-то новое открою, за каждым разом что-то новое виду, поэтому, по 10 лет, второе выдание, между ними, этой книжки, розсzerzone, ale teraz видzę, что рок тому вышла эта книжка, а я в следующем разделе мог бы писать, в том, что тут есть, потому что все время Забрза сменяется, вы коррестуете все, что было давней, мощную сторону промысла, сейчас в характере турыстики, так что есть, по что приезжать. Томаш, виш, сом уклады, укладчики, не? Где? А мой сын, что еще в войске говорили, что это укладчики. Слушай, мой коллега, тут из Слоска, он вспоминал, что погода тут на Слоске, не когда, вишь? Ну и он так уже на пензейце, что-то, 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 что-то делали. По вашему угоду. Слушай, ты же по нашему угоду. Как бы ты так взоркнул и, ну, тут на него, и, ну, и, может быть, там какая-то работа в Варшаве зацветил. А может, ты тут еще на Слоске покажешь? А, ну, погода так. Або будет падать, або не будет падать. Может загреть, но не обязательно. Хмуры могут себя покажать, но не привидуя, чтобы их было много, но будут. Попадать, на певно, и, ну, не знаю, когда. Не знаю еще, когда. Добрый есть. На певно. Ну и что? Добрый есть, я буду себя с ним встретить. Что повешь на самом деле? Где он, в Микульчицах, у бископика? Нет, на Вирку. На Вирку? О, ну, то треба бы себя с хлопом споткачать, поговорить, и я бы еще честно чего-то научил. Но не... Молодый, здолный, то, что-то, обиж films, все абсолютно слухно. Погода, провели новый бamine LT. Пит開, потому что ты тут выглядит desse острый на кастингах. А два, мама словила, что в её астинге Полециал в ее сторону Плюсшак. Он мне повез, что это означало. А другая выложила себя, потому что не знала, какая есть пустыня в Блэндовском. Что ты на то? Ну то Плюсшак полециал, потому что в празднике на живо все может произойти. Даже как уфо сейчас вылезает между нами, а камерой, то я тоже не удивлюсь. А тут важно, чтобы какого-то реагировать. Важно, чтобы оценить, если стресс какой-то парализирует человека, или порадить себе с какой-то ситуацией кризисовой, которая может произойти. А в речище, если chodzi о пустыню Блэндовском, важно, чтобы, тумачивая прогнозы погоды и имеющаясь обо себе мапы, определить, что будет падать в подлассе или на Подлассе и на Сувальске. Иначе. Как долго наша планета это вычисли? Ну, если не начнемы поднимать конкретных действий, то многое всказывает на то, что наши внуки уже будут иметь очень много с погодой. Это все, что уже в этой ситуации видно, в составе гвалтовых бурж, которые проходят интенсивных опадов, это уже знаки оцепления климата. Если так далее будет поступать на то, что мы будем искать на то, что мы будем искать мест, где можно еще жить, но этих мест, этих обшаров будет гораздо меньше. Я послужусь примером, может быть таким, что зима будет гораздо короткая, гораздо позже приходит до нас. Ну, как на лекарство. И есть гораздо короткая. Я помню, как был маленький, в границе уже дозорка выходит у нас на подлассе, выливал воду, шлафем можно было ездить на лыжах до марта. Сейчас такой ситуации нет. Змения себя систем опадов. Они не стоят на два, на три дня, так как это давнее было. Приходит буржа, спадает в ciąгу 15 минут много воды, которая всплыла, потому что земля не может не принимать. И это уже видно, что лесницы видят, что дерева сосны и брзозы это же дерева, которые уже не дожекаются своего своего какого-то, когда они самые сильные. Они начинают сычать, потому что одновременно в воду грунтовой сходи гораздо ниже. Уже эти изменения в лесах будут виды. Может быть так, что за 50-70 лет оправа яблока будет возможной в Финляндии, в Швеции, а у нас может быть тогда помаранчи и мандаринки, так, а в тем самым часе Хиспания окаже мы видим, что центром края будет пустынным. Можем начать что-то делать. Был час дерева, потом был час вегла, был час ропы нафт. Можем искать средства энергии, которое нам дает природа, атмосфера, то, что находится под землей, в состоянии засобов геотермальных, фотовольтайка, то, что поискивание прону из солнца, или с витру, в ту сторону сейчас мы идем. Метан не безопасно на доле горы. Но это тоже может быть не безопасно для нашей планеты. В связи с Сиберией, например. Так, потому что как раз температура уволня эти газы, которые через десятки тысяч лет были изгромаданы под поверхностью Земли. Метан тоже будет позволить, что изменения в атмосфере будут заходить. Ты так можешь забить в клипсовании, фотографировании, не? Как это говорится? Но так преважно хмуры клипсуешь. Почему? Потому что хмуры являются из-за того, что происходит над нами. Если мы хмуры выпятрированы, тогда хмуры происходят атмосферы. Падает град, или деср. Это могут быть глаутными. И хорошо когда над нами есть хмур бурзовая, уже светит солнце. И если хмур бурзовая в ситуации, когда солнце уже ниско над хоризонтом, то все нужно ухватить и фотографирование хмуры на тлее неба есть для меня такое хобби. Но как я смотрю в интернете, я не единственный, который потратил себя этим захватить. каждый хмур может хмур в данном месте. Две минуты может выглядеть хмурой высоко хмур хорошим в хмуре может быть хмуром. Хмур может быть хмуром. Хмур быть хмуром. Хмур может быть хмуром. хмуром. Хмур с планетниками? Хмур 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 или なんか еще похожа хмур подоганирую хмур 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 бюл хмур ахмур не 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 хмур не в они разберны добре хмур Приготовления odpowiednie sprawią, że погодой не powinniśmy się przejmować. Треба себе просто зарезервовать день, как день волный. Пусть до фрызера, поправить свою фрызуру. Приготовить косшулю, сподни в канцик и ехать до Забрза. И быть погодным. Так, а как будет падать десч, то выжать парасол и уже. И все будет хорошо. Так, так. Доброе, что ты уродил этот 28 лет, а не 29 лет. Ты читал же Холонка? Так, так, так. Ну то верь, что там ты ему сынкови случилось, потому что ты уродил 29 лет. Такие вещи только на Слёске. Только на Слёске. Так, как дедак с дедаком. Как внуки. Как внуки. Они здесь должны приехать. Не были еще. А еще не были. Тут есть много вещей. Я уже знаю, что с ними буду делать. На разе заберем их в горы, чтобы показать зиму, потому что, как говорили, уже такая зима такая крутая. Взялись одних до Закопанного, других взялись до Карпача. Но здесь есть много вещей. Так, что они тут приезжают и будут узнать историю вашего города через гурналистку. Дякуем тебе за позицию. Взялись. 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 Оркаем гостя был Погодный, Анатус Зубилевич, а программу ведом to Edward. Уже featureј kilogram яска. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok